Место дачных домиков – магазины. В садовых обществах набережных Челнов и Тукаевского района начались проверки по факту незаконного строительства. Сотрудники управления Росреестра Республики выехали в садовое общество «Заря» вместе со съемочной группой «Челны-24». О выявленных нарушениях расскажем далее. Здравствуйте. Мы к вам приехали в государственный земельный надзор. Пока в целях, скажем так, установления отдельных фактов. Владелец этого магазина нарушил земельное законодательство. В Росреестре участок обозначен как садоводческий, а на отделе здесь расположен коммерческий объект. По словам продавца, он только арендует помещение. Вы не знали, да, что нарушаете? Нет, не знал. В течение какого времени думаете уже всё устранить? В самое ближайшее время устраним. После разговора мужчина предпочёл ретироваться, выключил свет. На сегодня магазин закрыт. В садоводческом обществе «Заря» пять мини-маркетов. Сработало сарафанное радио. Владельцев остальных торговых точек оповестили о проверке. В срочном порядке все приостановили свою деятельность. Но и без их участия удалось выявить нарушение. Все магазины построены незаконно. Земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, начинает использоваться уже в коммерческих целях под магазины. Это значит нарушение статьи 42 земельного кодекса Российской Федерации. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его разрешенным использованием. В одном из пяти случаев выявлено и другое нарушение земельного законодательства – самовольный захват земли. Собственников оповестят о необходимости устранить недочёты. Земельный налог на садовый участок значительно ниже, чем земельный налог на участок под магазин. Поэтому некоторые челнинцы не спешат вносить изменения в документы о том, что на их территории расположены мини-маркеты, что является нарушением и наказывается штрафом в размере от 10 до 100 тысяч рублей. Нарушителям нужно внести в документацию верную информацию, указав, что земельный участок используется для введения коммерческой деятельности. На это собственникам даётся один месяц.